Доброго времени суток, друзья! Сегодня хочу показать вам вот такой джойстик, который я сделал специально для игры Toxic Crusadex. Думаю, вы все заметили здесь наличие уже лишней кнопки. Это кнопка MODE, которая по факту является либо кнопкой START, либо кнопкой SELECT. Всё зависит от того, в каком положении находится вот этот рычажок. Верхнее положение это START, нижнее – SELECT. Но главное, у кнопки SELECT и START есть тоже два положения. Первое положение – это обычная кнопка, второе положение – это, как у наших любимых кнопок BA, это TURBO. То есть TURBO SELECT и TURBO START. TURBO START – это, конечно же, та самая slow-mo пауза, турбо-пауза. А TURBO SELECT – это суперудар Toxic, который можно выполнять теперь не просто нажимая SELECT, но ещё как бы нажимая TURBO SELECT. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Я думаю, сразу переводим в турбо-режим. И вот так вот сейчас будем всех выметать. Вот он, невозможный удар Toxic. Но я думаю, в детстве-то ни у кого не было джойстика с турбо-селектом. Ну вот так. У меня, естественно, была не хакнутая версия, поэтому я не доходил и до первого босса. То есть я вообще не понимал, что здесь происходит, почему меня всё время убивают. И то, что уж у метлы есть прокачка, вот для меня это было просто открытие, когда я посмотрел YouTube. Один блогер, в общем-то, классно прошёл эту игру, без всяких там читов. Он, видимо, очень долго тренировался, но у меня, к сожалению, на долгие тренировки времени нет, поэтому просто подкормимся бургером, пойдём дальше всех осаживать. Кстати, я всегда думал, что Toxic у нас боксёр. Как видите, делает, ну кто занимался, он понимает, о чём я. То есть одну руку держит у подбородка и бьёт такой прямой левой. Вот так мы всех затолкали, идём в секретку. Здесь мы берём какой-то порошок. В общем, он нам, наверное, очень поможет. Снова хаваем бургер, идём навстречу. Ну и ладно. С таким-то ударом. Ну я имел в виду, что можно и без метла, и хотя вот, конечно, этих, как дабл дрэгон был. Но иногда похоже, как будто бы коленом выбиваешь. Основная тактика, естественно, здесь напрыжка. Так как в момент нанесения суперудара, хитбокс, токсика, точнее, ну как там, нанесение удара происходит необязательно лицом к противнику. Вот так, правильнее сказать. Ну и сейчас попробуем дать этому волку. Ах ты, мерзавец. Секретка, по-моему, связана с тем, что у волка становится меньше жизней. Волк меня победил. Ладно, сейчас мы его метлой заметём. Как-то... Да, ну, извините, я далеко не профи в играх, поэтому как получилось до второго табуса я дойду. По крайней мере, буду очень стараться. Ну ладно, давайте я так поудобнее тут сяду. Джойстик вы уже видеть не будете. Поэтому просто попробуем. Ну вот так, кстати, вот. Нужно старт нажать, так раз, бац, вот старт. Опять селект. То есть всё удобно, на мой взгляд. Обычная. Здесь есть два варианта, с индикацией и без. Поэтому, чтобы с индикацией... Ну, долго объяснять. Схему выложу. Здесь пришлось использовать конденсатор. И что-то ещё идиот, по-моему. Потому что у меня просто не было такой хитрой кнопки, которая вот здесь вот используется в качестве кнопки мода. Если объяснять, к сожалению, такая распараллеленная кнопка нужна была. Такой кнопки нет. То есть, кнопка с четырьмя контактами, но два контакта постоянно здесь между собой замкнуты. А мне нужно было, чтобы они были разомкнуты. Таким образом, получилось бы легко распараллелить кнопку старт и кнопку селект. Но, к сожалению, схема, в общем-то, не сложная, но, как оказалось, не такая уж и тривиальная. Вот такой Devil Dragon. Бочку таким же. Берём метлу. Вообще, к мотоциклисту хорошо бы идти, конечно же, с прокачанной метлой. Хорошо бы вообще до него дойти. А то вы будете смеяться. Скажите, на что твой джойстик? Ну, на как, на что? Я играю в эту игру не то, чтобы второй раз в жизни, но нам десятый, допустим. Ну и в детстве я играл. Да, вот так вот играл. То есть, через минуту игры меня сажали на жопу, я не мог понять, в чём же дело. Ну, потому что нужно было бить обычным ударом. Я не помню, знали мы про наличие селекта, но нажимать его было очень трудно. И не помню, пользовались или нет. Естественно, кстати, у кого был, как вот у меня сейчас на экране стоит, ну, вы видите на экранах Classic 2, там кнопку Select поудобнее нажимать будет. Но я думаю, что Classic 2 был мало у кого, ну или точнее... Может быть, Джениус, этот микроджениус с таким джойстиком тоже, я думаю, далеко был не у всех, с которого, собственно, и содран второй классик. Такие круглые, овальные, точнее, джойстики покажу в конце, о чём идёт речь. Но, тем не менее, всё равно на этом джойстике, естественно, не было никакого Turbo Select'а, да, вот пока тут разглагольство получил стулом по башке. Ладно, помолчу. Ну да, последний удар. Это уж прям совсем нехорошо. Чёрт. А, ну вот и всё. Ну и сидите, гейбово. Так что вот как-то так. Ну ладно. Я думаю, я сделаю большой разбор. Чуть позже, конечно же, покажу. Вот у меня ещё один есть вариант с шифтами. Здесь всё просто. Select это вот этот шифт. Так, друзья, потом может и не быть, поэтому давайте быстренько сейчас посмотрим схемку, которую я нарисовал от руки. Вот здесь, на обычном тетрадном листе. Итак, что у нас здесь представлено? CPU. Но, конечно, не CPU, это не центральный процессор, это капля нашего джойстика. Вот такие вот кнопочки. Micro switch. Значит, у него, как видите, как будто бы пять контактов, но по факту нас интересует только три контакта. Вот эти вот корпусные контакты, это земляные контакты, нам они ни к чему, поэтому они отгибаются, и вот здесь, вот в самом джойстике у меня их нет, про них не думаем. Тактовая кнопка. Вот она, обычная тактовая кнопка, спаивается с любой домашней платы, неисправной, где есть тактовая кнопка без удержания, на четыре контакта. Как правило, у них два контакта всегда замкнуты, что плохо, и при нажатии, в общем-то, здесь все четыре контакта замыкаются. Но об этом чуть позже. И, конечно же, нам понадобится вот такой тумблер. Также на два контакта. У меня тумблер на три положения, то есть он на три контакта и на три положения. Центральное положение, когда ни одна из боковых ножек не замкнута с центральной. Но, в общем-то, можно брать и, как в случае с обычной кнопкой, вот этой, которую мы вставляем, да, мы вытаскиваем вот эту вот резиночку из селекта и старта вот отсюда. Вот так вот, как я это сделал. И вместо селекта и старта у нас появляется вот такая вот кнопка на два положения. То есть первое положение – это обычный селект, а второе – это турбо-селект. Ну и тоже касается кнопки «Старт». Нажатие происходит с помощью тактовой кнопки, которая у нас расположена вот здесь, в качестве правого шифта. Я покажу вам и схемку покажу, и вот этот вот экспонат, где как бы два шифта, как у Супер Нинтендо. Но, на мой взгляд, селект располагать вот здесь неудобно, потому что если вы, как в случае токсика, будете этим селектом наносить суперудар, а звездочкой управлять героем, это неудобно. Можно, конечно, поменять легко наоборот, но так запутаешься. Получается, как бы логично, старт выносится как правый шифт, селект выносится как левый шифт. Схема проще, но, на мой взгляд, играть неудобнее. Удобнее играть, когда вот здесь она как кнопка мод используется, наша тактовая кнопка, а тумблером выбираем либо селект, либо старт, в зависимости от положения тумблера. То есть их всего два, по факту. Теперь рассматриваем схему. Итак, CPU. Она же капля. Что у нас здесь внутри капли нарисовано? Внутри капли нарисовано следующее. Ну, по большому счету, изображено. У нас изображена внутри капли кнопка селект и кнопка старт. Земля и турбо. Турбогенератор. Обратите внимание, вот сюда вот, в эту капельку, встроен генератор импульсов. Обычный генератор импульсов, который, в общем-то, и создает вот такие вот турбокнопки, к которым мы все привыкли с детства. Но давайте по порядку. Итак, нам нужно найти землю. Что же такое земля? К большому счету, земля это, как правило, первая ножка. Вот она. То есть джойстик, как вы помните, пять проводочков имеет. Вот, и вот первый проводочек, если мультиметр замкнуть, обычный мультиметр между, ну, то есть щуп, вот на эту ножку, черный щуп минусовое, а красный щуп вот на вторую ножку, здесь вы увидите, вот, примерно плюс пять вольт. Так вот, вот эта вот ножка, вот эта вот ножка, она и есть земля. Вот она вот идет, 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 идет. И видите, все кнопки, как бы имеют с ней общение. То есть она общая для всех кнопок. А потом у каждой кнопки есть своя логика. То есть вот, селект, старт, ну, точнее, старт, селект, там, вбок, влево, вправо, вниз, вверх, кнопка B, кнопка A. Ну, и, соответственно, турбо B и турбо A. Так вот, видите, общая дорожка у нас везде используется. А у каждой кнопки есть своя логика. Запоминаем это, но нас интересует вот эта вот земля. В общем-то, вывели проводок, пока его оставим. Далее находим селект и старт. Их логическую часть. То есть вот у нас общая, а вот логическая получается. Также выводим проводки. И находим наш турбогенератор. Ничего сложного. Вот он, турбогенератор. Ищем его среди кнопок B и A. Вот среди наших вот этих кнопочек. Он находится, как правило, таким вот образом, что, видите, он как бы общий между кнопками турбо B и турбо A. А в свою очередь, каждая кнопка. То есть, видите, кнопка турбо A. Ее логика, если вы посмотрите, она связана неразрывно с логикой кнопки A. Ну и тоже касается кнопки турбо B. Но нас интересует именно, поскольку все кнопки сидят на земле, а кнопки турбо сидят вторым концом, именно на турбогенераторе. Сейчас не будем вдаваться, как говорится, в эти дебри. Мы просто помечаем для себя, что логика кнопки – это плюс, а общая – это земля, и четвертый контакт – это наш турбогенератор. Все. Более ничего думать не нужно. Далее будет манипуляция со всеми вот этими вот кнопочками, которые надо просто между собой соединить. Итак, вытаскиваем эту резинку, вставляем сюда вот две вот этих вот кнопочки. Вот они такие красивые кнопочки. Вот они, как я уже сказал, что на три контакта и два положения. То есть положение 2, положение 1. В положении 1 всегда замкнута средняя ножка и крайняя левая ножка, в положении 2 – средняя ножка и крайняя правая ножка. Что, собственно, у нас отражено на схеме. Я сейчас чуть позже объясню, что я там пытался показать вот этими нулями и единицами. Итак, берем нашу земляную. Вот она, земляная, так сказать, дорожка, и ее выводим на крайнюю левую. Вот крайняя левая ножка нашей трехконтактной кнопки. В общем, зарапортовался. Вот сюда. Ну так, чтобы совсем было просто. Прям веду вас за руку. То есть вот так. Как вы это реализуете, не знаю. Я реализовал так. Я замкнул между собой, а потом подвел вот сюда. Самый простецкий вариант. Да, схема без светодиода. Сразу оговорюсь, но не надо показывать светодиодом. Светодиодами есть один нюанс, и об этом чуть позже. Далее. Нас интересует крайняя правая ножка. Была крайняя левая. Теперь давайте крайнюю правую. Насмотрим. Ну, как не повернешь, если одна уже была использована, у нас здесь земля подключена, то крайняя правая не использована. Поэтому к ней подсоединяем правильно наш турбо. Турбогенератор. Вот он так вот здесь на схеме зачерчен. Вот таким вот образом. Значит, на схеме, как видите, есть такие точки. Вот здесь это просто как бы проводок не соединяется, а просто, ну, по-другому схему не начертить. Поэтому соединение именно вот где вот такие вот точки. Ну и, соответственно, вот здесь также. То есть турбо соединяем с крайней правой. Далее. От центральной ножки также припаиваем проводок, но пока никуда его не ведем, просто запоминаем, что они есть от каждой центральной ножки по проводку. Но теперь вот эти вот кнопки у нас будут селектом и стартом, которые были вот здесь раньше. Так, чтобы в голове было проще представлять. Потому что то, что здесь находится, это их логика. А выведенные кнопки у нас теперь вот они. Селект и вот он старт. Теперь возвращаемся к нашим логическим как бы дорожкам. И, значит, от логической дорожки, которая была припаяна, ну, проводком припаяна, то есть проводок припаян к логической дорожке селекта, допустим, вот у нас селект, выводим его на одну из ножек тундлера. А вот сюда. Вот таким вот образом. Вот как у меня здесь это сделано. Вот так. На крайнюю там, не знаю. Ну, неважно, на какую выведите, на такая будет. Будет либо, соответственно, вниз, либо вверх. Потом можно поменять будет, если неудобно замыкаться. У меня вот выведено здесь на нижнюю получается. Кнопку старт выводим на верхнюю, то есть на крайнюю правую получается, да? Ну, так перевернуть. Вот это вот я нарисовал не очень правильно, на самом деле. Вот этот рычажок. У меня он находится в положении 0. Вот эти вот здесь мои изображения 0 или 1 не очень верны, поэтому сейчас об этом чуть позже будем разговаривать. Здесь по факту нет единицы логически. Логическая единица появляется, когда мы замыкание осуществляем. Тумблер, допустим, поворачиваем по направлению стрелочки вверх, и у нас происходит замыкание средней дорожки, и в данный момент у нас получается здесь так соединено и кнопки старт, логики кнопки старт. Вот. Тогда здесь появляется логическая единица, но по факту у меня здесь везде логический 0, потому что, видите, здесь тумблер нарисован прямо. Как я уже сказал, вы можете использовать тумблер с двумя положениями, без центрального как бы нулевого положения. Это не имеет значения, так как у вас все завязано вот на эту тактовую кнопку. И вот она тактовая кнопка. у нас вот эти вот оставшиеся проводки центральные мы заводим к усикам тактовой кнопки. Как я уже сказал, что у тактовой кнопки имеется 4 усика. Но, к сожалению, в большинстве случаев вы будете иметь дело с тактовой кнопкой, у которой вот тут у меня, видите, она так стоит. Два усика здесь, и два усика параллельно ниже. Так вот, при нажатии замыкаются вот этот усик и вот тот, который там дальше в корпусе. То есть, вот он там, вот он, вот он, вот к нему проводочек идет. Вот при нажатии тактовой кнопки происходит, причем тактовая кнопка происходит нажатие без удержания в моем случае. То есть, вы нажимаете, ну, как вот обычный селик старт. Если вы палец отпускаете, то удержание, так сказать, прекращается. Зажимаются вот эти два контакта. Но, замыкание происходит по всему контуру кнопки. Хорошо бы найти кнопку, где есть распараллеленные, то есть, в момент замыкания замыкаются вот этот вот с этим контактом, а этот контакт и вот этот вот контакт замыкаются тоже, но между собой они не замкнуты. Ну, вот как-то так. Не знаю, как это правильно называется. Вспомню, разумеется, напишу. Ну, будет здорово, если кто-то добавит, как называется именно такая кнопка. Так вот, наша задача, по сути, мы получается от этой центральной ножки, вот этой вот, которая у нас уже вставлена вот, именно вот такой кнопки с фиксацией, каждый центральный проводок мы подводим к усику кнопки, которая как бы между собой всегда замкнутая. Так, для удобства нарисовал. С левой стороны у нас селект, с правой стороны у нас вот, чтобы было видно, с правой стороны у нас старт. Вот он, старт. Давайте еще. вот селект, а вот в свою очередь поехал старт. Вот он так же. Получается, как будто бы селект замкнут стартом, но не переживайте, чтобы опять же было понимание, мы же возвращаемся к схеме джойстика, чтобы произошло замыкание. у нас есть второй контакт, а этот у нас логический контакт. Второй контакт у нас находится вот здесь на тумблер, и пока тумблер не перейдет в какое-то положение, а тумблер переходит в положение либо один, либо два, и, соответственно, питание как бы появляется либо на селекте, либо на старте. Ну, прерывание питания. Вот. В противном случае естественно это была бы билиберда, но работает. Собственно, возвращаемся к схеме. Оставшийся усик, там, где будет происходить замыкание, вот здесь, мы подводим центральные ножки тумблера. В общем-то, на этом и вся схема. Если бы кнопка была распараллелена, то есть вот эти контакты также бы имели вот такой значок, гипотетически, если бы здесь было так же. и в момент нажатия они бы только замыкались, то тогда нам был бы необходим еще один проводок от центральной ножки. Ну, вот отсюда его можно было бы вот таким вот образом дополнить. Но всего этого нет, поэтому вам придется такую кнопку скорее всего заказывать где-то или в общем долго искать. я не стал заморачиваться, выпал и решил вот таким вот образом задачу. Конечно, при той схеме, когда кнопка распараллелена, мне кажется, ну, будет интереснее. Вот, ну, в общем-то, не критично. Удобнее будет светодиодик подключать, я так скажу. А теперь давайте рассмотрим логику работы логической единицы и нуля. Все просто. Итак, логическая единица у нас образуется в момент замыкания, а логический ноль там, где этого замыкания нет. речь идет о вот этой кнопке трехконтакта с фиксацией и, конечно же, тумблере. Также тумблер с фиксацией. На схеме тумблер здесь, кнопки две здесь. В первом положении, вот у нас первое положение, значит, у нас логическая единица здесь. То есть, первое положение, логическая единица здесь. если мы меняем на второе положение, логическая единица переходит уже между крайней правой ножкой и средней, а ноль меняется с ней местами. То же самое касается и тумблера. Если мы переводим тумблер наверх, то логическая единица, вот как здесь нарисована на рисунке, то есть между стартом и, получается, средней ножкой. Если стрелочка рисуется обратно, то логическая единица меняется с нолём местами. Вот, собственно, и всё. Но у тумблера, как я говорил, три контакта в моём случае, поэтому здесь ещё может быть два логических нуля. Две логические единицы быть не может никак. Так вот, в случае тактовой кнопки логическая единица образуется в момент нажатия кнопки. Как вы только кнопку отпускаете, сразу же логическая единица меняется на логический ноль. Здесь всегда логический ноль до нажатия. Как только происходит нажатие, логический ноль меняется на логическую единицу. Ну, вот так, чтобы было понятно. Эта кнопка теперь у нас выполняет роль селект или старта при нажатии. Ну, и когда отпускаем, соответственно, прорывание прекращается, и система понимает, что больше нажатия нет. Итак, давайте рассмотрим вариант первый. Запускаем логическую единицу по вот этому контуру. У нас обычный селект, включен, не турбо. Соответственно, здесь логическая единица. Вот она идет навстречу, так сказать, соединиться с тумблером. И вот, чтобы у нас сработал именно селект при нажатии, нам нужно будет тумблер перевести, где у нас селект, вот. Здесь должны логические единицы 0 поменяться. Тумблер в нижнее положение, то есть вот сюда. А вот эти два положения неверны. Тогда при нажатии тактовой кнопки здесь на этом контуре логическая единица уже есть. Вот она установлена. Здесь она появляется в момент нажатия. А тумблер у нас переведен в нижнее положение. И таким образом мы получаем вот здесь команду селект. Если мы меняем на второе положение, то у нас обычный селект превращается в турбо селект. И в момент нажатия вот как здесь видите вот он селект вот он селект переводим сюда. Пока не отпустим у нас турбо селект. Но это по условию что выбран селект. Если выбирать старт, то соответственно нужно тумблер перевести в этом случае в этой схеме наверх. Схема с шифтами ну она вообще тривиальна. Здесь тумблер исключается из схемы и у нас только тактовые кнопки которые замыкаются одним своим контуром с логической частью а вторым контуром вот здесь со средним контактом вот этой вот выведенной нашей кнопки. И в момент нажатия мы имеем либо старт либо селект ну наоборот говорю а показываю наоборот. но за счет того что кнопка не распараллелена у нас происходит такой эффект вот здесь с тумблером что одновременно чтобы работал турбо селект или турбо старт нужно передвигать обе кнопки. Этого конечно же можно избежать. Я вот на этом джойстике эту парадигму изменил. можете опять же написать ваши мысли что здесь нужно дополнить схему. Ну пока показываю простую схему более сложную как говорится по просьбам трудящихся. Ну вот теперь все продолжаем игру. Друзья продолжаем игру. Я подумал что в финале мы сыграем на фамикоме чтобы игра была 60 герц посмотрим токсика чуть побыстрее. Я сейчас веду пароль и мы начнем со второго уровня. Играть будем вот на таком джойстике хоре. Я его уже показывал. Значит у нас вот такой классный но с таким вот тумблером типа такой советский тумблер как мне писали в комментариях но нет повторюсь это китайский тумблер но суть не в этом. Короче когда я доработал этот джойстик вот таким вот шифтом по факту это конечно же селект который я вывел под указательный палец правой руки и будет вот так вот удобнее сжимать селект но самое главное у джойстика хоре есть как видите вот такие вот настройки для кнопки б и а и разумеется я когда выводил селект я эту настройку предусмотрел и для турбо селекта ну то есть селект у нас стал не просто обычным а еще вот с возможностью регулировать скорость нажатия и здесь надо сказать в этом джойстике скорость нажатия у селекта будет выше чем у джойстика который я показывал ранее потому что здесь скорость можно сделать выше вот где-то вот это вот джойстики дэнди а вот это вот уже дальше ну вот так сказать более быстрый вариант давайте посмотрим как все это работает уже много говорю да естественно сейчас вырвиглазное изображение не будет я просто покажу что действительно мы я тут ничего не придумываю все на настоящем телевизоре но по факту я сейчас туда затяну геймплей да обойчики такие вот смешные но у меня ремонт тут скоро будет такая комнатка уголок в общем сделаю рунтур но позже давайте смотрим тромвель пока я начинаю болтать меня тут осадят а я не хочу терять мету и так значит раз вот он супер удар ну и смотрите как это будет показывать джойстик ну естественно вот так вот так это будет да еще и без никуда остался но к сожалению ну так что вы видели джойстика я видел героев надо сосредотачиваться если игра не прощает ошибок когда поглядываешь в камеру сразу тебя уловят я уже тут мне осталось чтобы прокачать метлу она пропускала столько что дойти бы как говорится до босса а то будет как-то смешно конечно игра стала быстрее ну разумеется быстрее но не хардкогнее это просто я тут занимаюсь вот этой ерундой показуха и в общем сейчас последний удар и меня наверное все таки прибьют да точно так что сейчас уже играем давайте покажу как бы это выглядело вот даже с такой супер турбокнопкой ну крайне трудно особенно когда их много я не представляю на самом деле как вот надо было нажимать и прыгать в зелик то есть это было просто какое-то издевательство ну какая-то издевка возможно разработчики бандай поняли что если таким одним супер ударом выбивать всех за экран игра не будет настолько интересно на мой взгляд игра очень интересная именно с таким супер ударом и очень зря разработчики сюда зайти нельзя где кстати где-то можно фармить поэтому я покажу вам как можно фармить в токсике но даже с таким ударом здесь легко можно дофармиться до геймова поэтому опять вызевал бочку получим все-таки одни клуб эти друзья на самом деле не менее опасны чем прыгунчики но прыгунчики видите ловят в пятку достаточно жестоко хорошо что не не в то самое место казарь ненюх пока отставим рано в общем в теории конечно вот таким вот образом можно набить прокачку метлы здесь бургер не дают рисковать больше не будем пойдем обычно да обычно вот это заканчивается вот этим одна ошибка и все и прокачка метлы снимается так нет кстати в прошлый раз этим все и закончилось коварный стук ну вот так на ровном месте с меня сняли прокачку метлы и пару сердец на силу ну конечно я посмотрел этот секрет не сам до него додумался а вот проходку которую я вам показывал ну я только слышал об этом но решил попробовать у тебя получается но большого смысла нет естественно возможно конечно кто-то использует для того чтобы прокачать метлу или может быть здесь где-то еще можно заходить там тоже может наесться бургеров но мне кажется что с большой долей вероятностью ну в общем закончу мысль с большой долей вероятностью здесь фарм заканчивается геймоллером если у вас так же как у меня при детстве отбил желание в него играть а тут я для себя открыл игрушку могу вам сказать что она очень даже ничего о мотоциклист я бы сказал не хуже Диммика на самом деле потому что опять же это достаточно поздняя игра она впитала в себя все соки нитеновской классики мотоциклиста надо бить естественно таким хитрым образом сейчас покажу ну вот ему вообще нельзя давать поднимать головы то есть только тогда его можно забить просто передушить либо 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 надо сюда доходить я так понял с прокачанной мигой ну вот все готов ура ну что ж это победа можно поиграть немножко в третий уровень такая будет режиссерская расширенная версия но могу вам сказать что честно говоря я естественно не тащу может быть когда-нибудь по просьбе дорогих зрителей я пройду эту игру но видимо не сегодня давайте немножко посмотрим что тут нам супер наша турбок кнопочка дает в третьем уровне и в общем-то будем заграгуляться кстати можно использовать конечно же попробовать еще аркадный стик от хови там тоже можно посмотреть как все это работает вместо прокачки метой я получил здесь конечно надо быть аккуратнее двойной риск вот эти меня сейчас посадят если я не вызывать здесь метла это здесь да о ну да была метла и ее беды не вызывался честно я не представляю как это собирать без такого суперудара кстати один зритель посмотрел шок выпустил по этой теме он сказал что есть такие джойстики сейчас новодельные тыгиевские где-6 кнопок как у Сеги это кстати очень хорошее решение как начал говорить новодельные джойстики сразу потеряют жизнь короче говоря можно без всяких тумблеров вот эти оставшиеся две кнопки очень даже здорово использовать для вывода кто по серии кто поста посмотрите присмотреть если кто будет сделать почему не очень даже не плохо ну ладно так попробую добивать я уж так играю спустя рукав честь победил этого мотоциклиста потому что как назло на камеру естественно он не бился не хотелось ну вот просто так продувать нельзя нельзя расслабляться в этой игре но игра очень классная поэтому всем рекомендую играйте ребята токсик вообще классная вещь ну а кто сможет отжать оригинальный картридж вообще думаю это просто план все до новых встреч всем пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...